Продолжение следует... Как вся наша гастросессия, с каким-то уклоном на генетику будут освещены, наверное, доклады, я так предполагаю. И вот теоретическую базу, я думаю, нам хорошо представит Раиса Борисовна Гудкова, наш иммунолог, пожалуйста, Раиса Борисовна, Московского клинического научного центра. Первый доклад. Теоретические доказательства генетически ассоциированных вариантов целиакии. Презентация когда будет включена? Говорить о глютеночувствительной целиакии с одной стороны и просто, поскольку это хроническое заболевание тонкой кишки, которое вызывается глютеном у генетически предрасположенных пациентов. Термин целиакии происходит от слова целиакия, страдающая расстройством кишечника. Глютеновая энтеропатия считается редким заболеванием. Распространенность ее от 2 до 18 случаев на 100 тысяч населения. Преобладают больные женщины 8 к 1. Целиакия – это заболевание с известным этиологическим фактором – растительным белком глютеном. Патогенез связан с тактическим действием 33-мерного пептида глиодина, устойчиво к желудочным, панкреатическим и кишечным протезам. Доказано, что в развитии целиакии, кроме глютена, ответственны генетические факторы, ассоциированные с антигенами главного комплекса гистосовместимости – системой ЭЧЛЕЙ. Информация о геноме все больше используется в клинике для принятия индивидуализированного решения о диагностике и лечении. Идентификация спектра генетических изменений приводит к ранней диагностике врожденных заболеваний кишечника и предупреждении о развитии болезней, которые проявляются в различные возрастные периоды жизни человека. То, что глютен оказывает токсическое действие на тонкую кишку, доказано многочисленными исследованиями. Но в настоящее время в какой-то определенной степени пересматривается вопрос пристеночного взаимодействия глютена и энтероцитов. В первую очередь начинает выделяться глютен, который проникает трансмембранно и через эпителиоциты. При этом активация происходит эпителия эпителиоцитов, активируются межэпителиальные лимфоциты и активируются миоцитами ДН-88. Активация его приводит к изменению фермента аминокислоты зонулина, обеспечивающей парацеллюлярную передачу и проникновение глютена в собственную пластинку кишечника. При этом при проникновении глютена это крупная достаточно молекула, которая в первую очередь воздействует и контактирует не только с дендритными клетками, а контакт происходит через имеющиеся генетические геномы на дендритных клетках и Т-лимфоцитах. Это ДК2 и ДК8. Дендритная клетка активированная воспринимает только раздражители и передает их через комплекс, образованный рецепторами дендритной клетки, на рецепторы Т-лимфоцитов. Т-лимфоциты начинают интенсивно продуцировать интерферон гамма и интерликин-21, которые влияют на миофибробластов и во вторую очередь действуют на Б-лимфоциты. Активация Б-лимфоцитов приводит к тому, что после распознавания начинается выработка аутоантител, которые вырабатываются как на целую молекулу глиодина, на диамидированные молекулы и к самой тканевой трансглютаминазе, принимающей участие в диамидировании глютена. В этой сложной системе огромная роль отводится генетической восприимчивости к глиодину, слизистой оболочке и Т-лимфоцитов, специфических глютену, Т-лимфоцитов, слизистой оболочке и тонкой кишки. При этом происходит дополнительная экспрессия HLA 2 класса на дендритных клетках, на макрофагах. Эти рецепторы DQ2 и DQ8 образуют комплексы взаимодействия с Т-лимфоцитами. Эти комплексы достаточно стойкие, которые продолжают в дальнейшем разрушать слизистую. Длительная стимуляция Т-хелперов первого типа и регуляторных приводит к интенсивной выработке интерферона, интерлекина-10 и нарушению генетических факторов клетки. И то, что при длительном действии глютена может привести к лимфомам. При этом проявляется геномная нестабильность к глютену. Антигены при повторном и продолжительном воздействии вызывают геномную нестабильность. Возрастные факторы влияют также на экспрессию молекул главного комплекса гистосовместимости второго класса. Активируют Т-хелперы с помощью антигенов HLA-DQ. В эпителии слизистой тонкой кишки ответ на глиодин регулируется антигенами главного комплекса гистосовместимости первого класса, которые вместе с молекулами адгезии расширяют спектр антиген-представляющих клеток. Ими становятся энтероциты, межапителиальные лимфоциты, дендритные клетки. Высокие физиологические концентрации антигена вызывают окислительный стресс, повреждение ДНК, увеличенный апоптос в появлении новых антигенов. И повреждение эпителия сопровождается, как я уже говорила, выработкой различных провоспалительных цитокинов и воспалительной реакцией с активацией энтероцитов и экспрессией факторов роста. Сопровождается также специфическая выработка антител, тканевой трансглютаминази, глиодину и кэндомизию. Для этого используются иммунологические и генетические методы. Иммуноферментные методы определяют антитела. Антитела тканевой трансглютаминази в двух классах, иммуноглобулина А и иммуноглобулина G. Антитела к нативному глиодину тоже в двух классах, иммуноглобулина А и G. Они очень важны при оценке соблюдения диеты. И антитела к диамидированному пептиду глиодина, то есть к более мелкой молекуле, которой тоже образуются антитела в двух классах, и иммуноглобулина А, и иммуноглобулина G. Широко внедряются с периодичным успехом методы непрямой иммунофлюоресценции. Это определение антител к эндомизию и антител к ретикулину. Также в двух классах иммуноглобулина А и G. Но специфика у них существует в определенной степени, что антитела к эндомизию определяются в возрасте от 3 лет. В настоящее время для полной диагностики и утверждения, что у больного целиакия, проводятся геномные исследования. Этим методом полимеразной цепной реакции определляются гаплотипы HL-DQ2 и гаплотип HL-DQ8. В связи с тем, что был широкий иммунный ответ, он приводит к тому, что целиакия по форме течения имеет разные формы течения. И были выделены различные формы. Это типичная, латентная, бессимптонная, рефракторная, атипичная. При этом при глютеновой энтеропатии у больных выявляются ассоциированные заболевания. Это рецидивирующий автозный стоматит, керпетифорный дерматит Дюринга, гипогаммоглобулиномия. И имеются иммунологически ассоциированные болезни. Сахарный диабет первого типа, аутоиммунный тиреодит, аутоиммунный гепатит, первичный билиард холонгит. Формы течения генетически ассоциированных вариантов целиакии связаны с HLA-DQ2 и DQ8, которые способствуют усиленному иммунному ответу на комплекс пептидов глиодина. Типичная целиакия, которая характерна не только наличием антител, но и наличием антител, типированием HLA-DQ8. И выявляются в основном преимущественно при расширенном гаплотипе, выявляются в тонкой кишке, экспрессируются энтероцитами крипт антигены МИКа и МИК-Б, которые распознаются Т-лимфоцитами. Различия заболеваний связаны с разной восприимчивостью системы гистосовместимости. HLA-DQ выявляется у 90-95% больных, а HLA-DQ8 выявляется у 50%. Распространенность глютензависимой целиакии не более 1%. Латентная форма – это бессимптомная форма, при которой также клинические симптомы не выявлены, но если выявляются HLA-DQ в аллеле, то диагноз целиакии подтверждается и назначается аглютеновая диета. А типичная форма целиакии – это малосимптомные проявления, которые выявляются у больных при сирологическом скрининге антител тканевой и трансглютаминазии и при наличии HLA-DQ. Подтвержденные генетические данные целиакии требуют дальнейшего наблюдения за больными, и пока что, собственно говоря, и не лечение. Бессимптомная доклиническая форма при скрининге антител тканевой и трансглютаминазии, к эндомизии, если они повышены, но на биопсии нормальные показатели слизистой оболочки тонкой кишки, то, собственно говоря, могут выявляться у таких больных не HLA-антигены различных букв. Но их не буду произносить. То есть они, но в последующем эти больные подлежат наблюдению, потому что у них очень часто выявляется типичная форма целиакии. Ценность активного выявления скрытых форм целиакии – это способ уменьшения аутоиммунных проявлений, таких как анемия, остеопороз, бесплодие, задержка развития ребенка и профилактика болезней, ассоциированных с целиакией. Торпедное течение или рефлоктерная целиакия – это целиакия чувствительная к глютену, но она протекается очень тяжелым течением и соответствует генетическим изменениям. Геномное исследование – это новые возможности прогнозирования целиакии. Чувствительность глютену определяется значительным количеством генетических факторов, регулирующих иммунный ответ на глютен. Патология обусловлена ковалентным связыванием тканевой трансглютаминаза с пептидом глютена и образованием иммунных комплексов HL-DQ2 и DQ8. В результате, проведенной работы, можно сказать, что доказана генетическая связь усиленного распознавания антигенов при глютеночувствительной целиакии. Разные формы течения глютеночувствительной целиакии опостредованы активностью HL-1 и HL-2 класса. Развитие антитела различной специфичности связаны с активностью различных стопопуляций Б-лимфоцитов, локализованных в собственной пластинке слизистой оболочки. Спасибо за внимание. Спасибо, Раиса Борисовна. Просьба к последующим докладчикам все-таки немножечко сократиться, потому что у нас регламент, мы уже немножко вышли. Следующий доклад я позволю себе вопрос пока отложить тогда на конец нашего заседания и сейчас заслушать следующие доклады. Если мы войдем в регламент, то тогда будут вопросы. Следующий доклад взаимодействия генетических факторов и кишечные микробиоты при целиакии сделает Константин Алексеевич Румянцев, сотрудник лаборатории фундаментальной медицины нашего центра. Пожалуйста, Константин Алексеевич, 10 минут у Вас. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить на такой замечательной конференции, секции. Я хотел бы рассказать о генетических фактах и взаимодействии их с кишечными микробиотами при целиакии. С чего я хотел начать, это замечательно представила Раиса Борисовна в предыдущем докладе, что действительно прослеживается четкая связь между наличием определенных генетических аллелей, которые требуются для того, чтобы человек заболел целиакией. То есть если этих аллелей нет у главного комплекса гистерсовместимости, то он не болеет. Однако, если взглянуть на эту карту, то можно заметить, что в левом углу представлена распространенность, выявление именно целиакии во всем мире. В правом верхнем углу представлено потребление злаковых, а в нижней части представлена распространенность этих аллелей в мире, двух основных, которые отвечают именно за предрасположенность человека к этому заболеванию. И можно увидеть четко, что, к сожалению, несмотря на то, что большое количество людей не является носителями этих генов, очень незначительный процент из них все-таки заболевает целиакией. И возникает, соответственно, логичный вопрос, что является факторами, триггерами этого состояния. Почему, несмотря на то, что люди являются носителями генов, какие-то факторы все равно должны дополнительно сложиться, чтобы это заболевание себя манифестировало. И таким образом, к ним можно, безусловно, отнести факторы внешней среды, которыми могут являться, в принципе, очень большое разнообразие их, но за долгое время исследований были выделены определенный круг факторов. Например, это перенесенные кишечные инфекции в раннем возрасте, это чрезмерное использование антибиотиков, определенные варианты диеты, это большое количество потребления злаковых, опять же-таки, в раннем возрасте, способы обработки пищи или диеты с высоким содержанием жира, то есть не самые здоровые варианты, и образ жизни. В целом, все это можно отнести к факторам внешним, бытовым, но, мне кажется, их также можно объединить одним показателем. То, что их может всех связывать, это кишечные микробиоты, поскольку так или иначе взаимодействие всех этих триггеров происходит либо через нее, либо на нее. Таким образом, она, возможно, является важным аспектом развития целиакии. И здесь бы я хотел представить, остановиться на возможных факторах, которые кишечные микробиоты способны, какое влияние она способна оказывать на организм хозяина, то есть на человека. Безусловно, ответственно за обеспечение питательными веществами, не все вещества мы можем сами потреблять, необходима помощь этих маленьких организмов. Также они обладают возможностью синтезировать огромное количество различных сигнальных молекул, токсинов и даже нейромедиаторов. Здесь переведен список небольшой, которые напрямую взаимодействуют с нами. Это открытия были довольно революционными в свое время, поскольку предполагалось, что в основном идет воздействие на микробиоту, а не от нее. И, безусловно, дополнительно это два важных фактора. Это то, что постоянно кишечные микробиоты взаимодействуют с нашим иммунитетом, с клетками врожденного иммунитета, которые несут на себе то-лайк-рецепторы, и клетками адаптивного иммунитета, которые как раз несут эти варианты аллели генов, которые являются ассоциированными с целиакией. Если мы сейчас увидели, я постарался продемонстрировать факторы, которыми как кишечные микробиоты могут влиять на человека, мы определенно знаем, также есть определенные свидетельства того, что генетика, наша генетика способна оказывать влияние на то, какие микроорганизмы вместе с нами живут. Было показано в нескольких исследованиях, что, например, состав кишечной микробиоты у монозиготных близнецов, то есть полностью генетически идентичных, он более однообразен, более похож друг на друга, чем при сравнении с гетерозиготными близнецами или просто людьми из одного региона, не родственниками. То есть, так или иначе, генетика влияет на состав микрофлоры. Помимо этого, в разе исследований показано, при поиске генов, ассоциированных с другими заполеваниями кишечника, показано, что есть определенные, также встречаются гены, например, при синдроме раздраженного кишечника и болезни кроны, которые тоже ответственны, так или иначе, взаимодействия с микробиотой. И важно отметить, что были исследования и для целиакии, и методом ЧВАС, то есть, когда геномы просто просматривались, сканировались полностью на любые гены, которые могут быть ассоциированы с целиакией, были найдены порядка 39 таких кандидатов. Тоже часть из них также участвовала в регуляции взаимодействия клеток человека с бактериями. Ну и последнее, это факт, это уже интересное исследование, которое показало, что если просто наличие аллеля и челеиды КУ-2 способно вызывать определенный состав микробиоты. Просто за счет того, что у человека есть эта аллеля, у него можно наблюдать четко определенный паттерн в микробиоте. Ну и теперь я хотел перейти непосредственно к примерам исследований, которые пытались эту взаимосвязь между микробиотой, целиакией и генетикой нащупать. То есть впервые это было сделано в исследовании Форсберга в 2004 году, когда взяли просто и посмотрели на микробиоту в электронный микроскоп и просто посчитали количество палочковидных бактерий и обнаружили удивительную особенность, большую разницу между больными целиакией и просто контрольной группой. Это можно легко видеть на графике справа. Это исследование получило продолжение, были получены также другие, данные, которые уже выявили более конкретные виды бактерий кластридиум, привателла и актиномицеты. И, в принципе, эти исследования уже больше 10 лет, и, естественно, они продолжились в большом количестве. Однако какой-то однообразный паттерн выявлен не был. Важно отметить, что во всех этих исследованиях использовались, анализировалось как и пристеночное микробиота, так и и люминальное микробиота, поэтому, возможно, это определяет такой разброс микроорганизмов. которые бы и выявлены, ассоциированы с целиакией. Я здесь постарался цветом чуть-чуть отметить те виды, которые более часто встречались среди других. Это бактериоидос и стафилококкус. Но большого роли это ничего нам точно не говорит. Я еще хотел бы также остановиться на... Помимо того, что были исследованы варианты, которые наблюдались у людей, пытались, естественно, сделать какие-то эксперименты на животных. И здесь я хотел бы привести лишь один из них из множества. Когда мышам, которых не было никакой микробиоты, подсаживали патогенную микробиоту от больных целиакии, потом этих мышей кормили большими дозами глютена, и смотрели, какие продукты метаболизма эта микробиота даст. И действительно были найдены определенные пептиды глютена, которые, в отличие от нормы, были способны легче проникать через кишечный барьер в мышах. То есть их нашли по ту сторону кишечного барьера. И было показано также, что именно эти пептиды очень хорошо активируют Т-клетки, которые были взяты у пациентов. И после того, как к ним добавили пептиды, они замечательным образом активировались. То есть появлялся зачаток аутоиммунного процесса. И конкретный вид был выявлен от апсидомоносауэрогеноза, к которому было связано это проявление патологической активации Т-клеток. А наличие лактобацилус, наоборот, снижало иммуногенность этих пептидов. Также хотел бы поделиться одним исследованием, которое исследовало различия микробиоты у больных рефрактерной целиакии. К сожалению, это состояние, встречающееся у очень небольшого, незначительного количества больных целиакии. Но, тем не менее, оно очень важно, поскольку у них не наблюдается ответ на агглютеновую диету. И это может приводить к очень серьезным нарушениям, в том числе возниками и онкологии. И вот долгое время, до сих пор, я думаю, докончательно не ясно, почему именно у этих пациентов происходит такой вот патологический неответ на лечение, на диету. И действительно было выявлено, что у них отличается, я не нашел больше много исследований на этот счет, видимо, поскольку из недостатка именно небольших количеств больных с таким состоянием, но все-таки у них они смогли доказать большой достоверностью, что состав микробиота отличается с преобладанием протеобактерий и недостатком бактероидов и фермикутов, а также, в принципе, со сниженным разнообразием микробиота при рефрактерной форме целиакии. И последнее исследование, которое было опубликовано буквально несколько месяцев тому назад, мне казалось очень интересным, оно было основано на том, что у пациентов, которые больны целиакией, были изъяты Т-клетки, и к ним были с их рецепторами попытались связать определенные белки, выделенные из бактерий, которые могут напоминать глютен. То есть бактерии взяли эти пептиды, они напоминают глютен, и попытались посмотреть, а будут ли они взаимодействовать с клетками Т-клетками, которые были взяты у пациентов из целиакии. Действительно, обнаружили такую взаимосвязь, именно в состоянии сильное взаимодействие между димерами и челедики У2.5 и пептидами из псевдомона с флоренсис. Таким образом, мне кажется, они могли показать, что действительно, какое-то краткое даже взаимодействие между этой пептидами с патогенной бактерией способно активировать эти клетки, и таким образом они перекрестно потом могут дополнительно активироваться глютеном. Ну и, наконец, чтобы закончить на более положительной ноте и тем, что у нас в принципе конференции обозначены перспективы, я хотел здесь привести определенные способы влияния на микробиоту кишечника, которые потенциально могли бы помочь нам заниматься профилактикой целиакии. Безусловно, это изменение диеты, но здесь я имею в виду не я глютеновую диету, а именно какую-то профилактическую диету, когда мы могли бы контролировать при помощи нее состав микробиоты. Одна из серьезных трансплантаций фекальной микробиоты, но это отдельная огромная тема, это очень серьезное дело, но, тем не менее, оно имеет реальные результаты. Пробиотики в комбинации с пребиотиками, и последнее это интересное, это бактериофаги, то есть если мы будем есть особые вирусы, которые убивают конкретные виды патогенной микробиоты, если у нас получится такие вывести, они смогут тоже нам помочь в тем, чтобы бороться с патогенной микробиотой, которая, в свою очередь, может активировать иммунную систему и под влиянием генетики приводить к развитию целиакии. В последнем резюмирующем слайде бы пытался объединить как-то все факты. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Константин Алексеевич. Один вопрос, если есть, короткий. Тогда, я думаю, после... Спасибо большое. Можно вопрос? Лариса Михайловна, вопрос, тогда сейчас, секунду, микрофон. Скажите, пожалуйста, профилактика целиакии, это вы как имеете в виду? Кого надо, значит, как это проводить? Микрофон, микрофон, микрофон. И поэтому, кого родители или кого? Профилактики. Понимаете, что я спрашиваю? Да, да, конечно, я понимаю, то есть есть определенные группы людей с выявленным, то есть так иначе с повышенным риском целиакии. То есть, безусловно, тех, у кого имеется генетическая предосположенность, потом это родственники у тех, у кого действительно была целиакия. И помимо тех, которые соблюдают плохую варианты диеты, то есть употребляют антибиотики, живут в неблагоприятных районах, так или иначе, вот все эти факторы скомбинировать, то, возможно, именно эти группы будут, для них именно будет важно применять такой вариант профилактики целиакии. Спасибо. Хорошо, Константин Алексеевич, спасибо большое. Следующий докладчик – это наши педиатры, с которыми мы давно и плотно сотрудничаем, сделают доклад о генетических особенностях целиакии у детей. Юлия Андреевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Моим докладчиком является Елена Александровна Рославцева, но она, к сожалению, не могла прийти сегодня на нашу конференцию. Я бы хотела еще разочек сказать о генетических особенностях, то, что мы видим у пациентов, почему это нам нужно с позиции педиатрической, много говорилось о том, что целиакия является заболеванием, в патогенезе которых обязательно должно участвовать, регулярное употребление злаковых культур и обязательно наличие генетической предрасположенности. И на самом деле идея о том, что генетический фактор является очень значим, как раз положили исследования в педиатрической популяции. Они были проведены где-то на рубеже 20-21 века, когда было обращено внимание, что конкордантность целиакии среди иммунно-зиготных близнецов достигает 70-75%, у дизиготных пар чуть меньше. И дальнейшие исследования в отношении генетических факторов, которые определяют развитие заболевания, позволили доказать ассоциацию целиакии с аллелями главного комплекса гистосовместимости. Чуть подробнее я скажу в следующих слайдах. Мы их называем аллелями ДКУ-2, ДКУ-8. И в настоящее время четко установлено, что подавляющее большинство пациентов, это около 90%, будут иметь в своем генотипе аллеля ДКУ-2, оставшиеся ДКУ-8. Когда приходят родители с ребенком на прием к педиатру, поверьте мне, очень частым вопросом является это же наследственное заболевание, значит кто-то из нас виноват, значит у кого-то есть что-то, никто не виноват. На самом деле те гены, которые принимают участие в развитии целиакии, они являются нормальными. Это не мутация, это гены здорового организма, и порядка 30-40% здоровых людей будут иметь те же самые комбинации аллелей, прожить всю жизнь, никогда не знать о том, что они в принципе носители, и никогда не заболеть. Почему так возникает? И что это за гены? В настоящее время четко показано, что гены, которые участвуют в развитии целиакии, относятся к главному комплексу гистосовместимости. Это комплекс генов, и кодируемых их молекулами, их в общей сложности порядка 200, которые принимают очень важное участие в регуляции иммунного ответа. По сути, это обеспечение кинетического контроля за взаимодействием иммунных клеток. И иногда называют этот комплекс иммунным паспортом организма, потому что именно благодаря этим генам организм понимает, что такое чужое, что такое свое, и может реагировать как на эндогенные, так и на экзогенные антигены. В концепции целиакии нас интересуют молекулы второго класса, более детально молекулы класса ДКУ. Это являются антигены, которые, как говорили мои докладчики, находятся на поверхности антиген-презентирующих клеток, и они отвечают на внешние антигены, в частности на антигены пищевых продуктов, к которым относится глютен. Почему это очень важно, и почему они являются очень важным участником? Потому что презентация глютена в структуре на поверхности антиген-презентирующих клеток Т-лимфоцитом происходит именно в структуре этих генов. Соответственно, если этих молекул на поверхности нет, то презентация не состоится, цепочка иммунологических реакций не замкнется, и заболевание просто не будет развиваться. Именно поэтому маленькое резюме на этом этапе для тех, кто не очень сильно увлечен генетикой. Но почему нам это нужно? Потому что если мы видим ребенка, у которого есть характерные кишечные проявления, но при этом нет в генотипе этих типичных очелей генов, ДКУ-2, ДКУ-8. Но есть, например, атрофия. Мы очень аккуратно говорим о том, что это целиакия. Мы ищем другие причины, потому что под маской атрофической антропатии может скрываться и дебют в АЗК, и иммунодефицитные состояния. Отсутствие генов для нас говорит о том, что целиакия в этой ситуации крайне маловероятна. С другой стороны, есть ряд семей, которые приносят результаты генетического исследования, потому что они слушали это в интернете и говорят, у нас есть гены, нам нужна диета. Это абсолютно не является показанием к назначению диеты, потому что 30-40% населения будет просто здоровыми носителями. Они попадают в группу генетического риска, но могут прожить всю жизнь и не развить заболевание. В концепции целиакии нас интересуют молекулы ДКУ-2 этой зоны. Немножечко сложный слайд, но почему я хотела на него показать. Молекулы ДКУ, ДКУ-2 и ДКУ-8 кодируются двумя аллелями, потому что они имеют две цепи, альфа и бета, альфа и бета цепи рецепторов. И они обычно представлены вот такими разными цифрами, разными значениями, которые вы обычно можете видеть тогда, когда вам родители приносят результаты генетического исследования, распечатанного на бумажке. Классический вариант, когда мы пишем аллель ДКУ-А501, ДКУ-Б501, это будет молекула ДКУ-2,5. В разных вариантах могут располагаться на хромосоме. Еще один классический, менее редкий вариант, ДКУ-А301, ДКУ-Б302, молекула ДКУ-8. И более редкие варианты, которые могут не расцениваться лаборатории как типичные, но мы знаем, что они могут принимать участие в развитии заболеваний, в частности молекула ДКУ-7, когда мы видим сочетание 501 и 301. Зачем вам, как практическим гастроэнтерологам, это нужно? Потому что если мы понимаем, как кодируются эти гены, то это решает очень важное значение тогда, когда мы индивидуально подходим к каждому пациенту и решаем, он вообще имеет право иметь заболевание или нет. Ну и маленький вариант того, пациент, который принес результаты исследования, и вот так выглядит заключение. И, в принципе, возвращаясь к предыдущему слайду, мы понимаем, что этот пациент является носителем молекулы ДКУ-8 и ДКУ-2,5. Классический набор, у него классические проявления. Естественно, тут диагноз не вызывает сомнений. С другой стороны, еще один пациент, у которого по заключению генетического исследования нет типичных аллелей, но у него есть настораживающая клиника, и если мы теперь поймем, что у него складываются две аллельки в такую молекулу ДКУ-7, очень редкую, но имеющую право участвовать в заболевании, мы, опять же, не отметим его просто так, слепо, в группу пациентов, которые никогда заболевание не могут развить. Еще что важно нам с позиции генетики в педиатрической практике о том, что в настоящее время четко известно, что риск развития заболевания является дозозависимым. Насколько много аллелей, типичных у него в генотипе, настолько выше риск. И, в принципе, это даже не касаемо целиакии. Будет понятно, что если человек является гомозиготным носителем молекулы ДКУ-2, у него две копии, риск развития заболевания будет выше. Если у него одна копия, риск развития заболевания будет ниже. Эти исследования и такие данные были четко подтверждены в ряде европейских исследований. В частности, одно из последних, которое очень активно обсуждалось на ряде педиатрических конгрессов, симпозиумов по целиакии. Эта работа была опубликована в 2015 году. Проводили ее совместные итальянские и голландские коллеги. Смысл был в том, что с рождения отобрали детей, которые являются носителями характерных ЭЧЛей-генов, и дальше в течение пяти лет наблюдали и оценивали, с какой частотой будет развиваться заболевание. И обратите внимание, что те пациенты, которые являлись носителями генов высокого риска, гомозиготы по молекулам до Q2, у них по сравнению с общей популяцией, если в общей популяции 1%, риск развития целиакии, частота развития целиакии, то у деток, которые являются гомозиготы, к 3 годам порядка 15% имели эти заболевания, к 4 годам порядка 24%, к 5 годам порядка 27%. Зачем нам это надо? Потому что когда мы видим семью, в которой мы старшему, например, ребенку поставили диагноз, мы всегда советуем сделать генетику младшему, которая еще глютента вообще в рот-то не брал. И когда мы видим его генетику, мы, в принципе, исходя вот из этой таблички, можем соотнести, с какой вероятностью он разовьет заболевание, насколько трепетно и насколько качественно мы должны его наблюдать. Хотела бы сказать, что в рамках этого исследования оценивались ряд средовых факторов. Тип роторазрешения, характер вскармливания, длительность грудного вскармливания, сроки последовательности введения к глютену. И, к сожалению, было подтверждено, что кроме генетической нагрузки ни один из факторов средовых не определяет достоверно риск развития целяйки. Это вот к вопросу дискуссии по поводу профилактики. К сожалению, сейчас, наверное, это маловероятно. Ну и в завершении презентации хотела показать наши данные. Почему мы вернулись к вот этому исследованию, попытались оценить, какие генетические маркеры мы видим у наших пациентов. Потому что были в доступе определенные публикации коллег из России, коллег из стран бывшего Советского Союза, которые говорили о том, что мы другие. У нас генетика совершенно другая, не такая, как в Европе. И у нас целяки может быть даже тогда, когда типичных аллелей в генотипе нет. Это совсем не так. Мы это понимали теоретически, но решили подтвердить практически. Взяли 275 детей, у которых мы четко знали о наличии целяки, подтвержденных гистологически и сирологически, и провели у них генетическое исследование. И обратите внимание, что 99,6% детей, то есть все, кроме одного, являлись носителями генов. И структура распределения была абсолютно такая же, как у наших европейских коллег. Подавляющее большинство до Ку-2, чуть меньше до Ку-8. Хотела обратить ваше внимание, что очень небольшой процент, но все же 2,5% имели аллели такого не очень характерного состава, малого риска, но тем не менее они принимали участие в развитии заболеваний. Поэтому мы позволили себе сделать вывод, что вот эти аллели более низкого риска все равно должны принимать во внимание тогда, когда мы интерпретируем результаты генетического исследования, чтобы не пропустить хотя бы 2%, но тем не менее пациентов, которые могут развивать заболевания даже при такой комбинации. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Юлия Андреевна. Да, вопрос, конечно, можно. Юлия Андреевна, у нас молодец. Диагностика целеяки улучшается, поэтому можно считать, что количество больных целеяки все больше и больше. Это вот на основании улучшения диагностики, это понятно. А вот на основании просто этих вот новейших исследований действительно наблюдается, может быть, рост увеличения больных целеяки, учитывая большое количество глютена используемых, и тех факторов, которые вы говорили в предыдущей докладе. Уважаемый Асфальд Иванович, действительно эти данные присутствуют, и они касаются не только целеяки, но и ряда иммуноопосредованных или аутоиммунных заболеваний, и частота растет во всем мире, в большей степени это касается, например, скандинавских стран, но опять же, у которых генетическая нагрузка немножечко более высокая. Это как раз и открывает возможность и интерес к дальнейшим исследованиям, которые все-таки требуют найти либо сочетание средовых факторов, либо все-таки какой-то один уникальный. И вопросы микробиоты очень активно обсуждаются, но в настоящее время убедительной доказательной базы нет. Но частота целеяки действительно растет, и это указано в публикациях и в странах Скандинавии, она достигает 2-1,7% по сравнению с общей мировой 1. Спасибо. Спасибо, Людмитриевна. Один вопросик был, мы пока еще в жестком таком регламенте, поэтому все остальные, наверное, вопросы попозже. Следующий доклад позволю себе сделать я, немножечко отстраненно от генетического исследования, больше, наверное, к практике, чтобы так немножко расслабиться, но тем не менее, надеюсь, тоже будет очень полезным. Я позволю себе остановиться на тех трудностях диагностики, с которыми мы сталкиваемся, ну, в своей такой рутинной практике, уже Юлия Дмитриевна сказала, ну, так коснулась некоторых аспектов в плане генетического, интерпретации генетических исследований, что мы имеем в своей практике на настоящий момент. Мы имеем несколько заболеваний, вы знаете, что пациенты к нам приходят на прием, говоря о том, что они не переносят глютен, либо какие-то другие у них есть проблемы. В настоящий момент три состояния, которые известны, это целиакия, это аллергические реакции на злаки, и это так называемая непереносимость глютена или нецелиачная чувствительность к глютену. По-разному ее трактуют в зарубежных исследованиях, но тем не менее, это то, что затрудняет диагностику истинной целиакии и, к сожалению, некоторую сумятицу вносит в нашу практику. На чем бы я хотела остановиться? Ну, в первую очередь, конечно, в своей клинической практике мы стали сталкиваться с тем, что большое количество больных к нам приходит уже на прием, которые соблюдают диету, к сожалению, безглютеновую, без назначения врача, и только потом требуют поставить им диагноз, либо, наоборот, отвергнуть какой-либо диагноз, связанный с глютеном. Ну, это связано, конечно, и с такой вот большой рекламной, я бы сказала, компанией, или антирекламной, о том, что глютен настолько токсичен, вреден вообще всем людям, что нужно соблюдать безглютеновую диету обязательно. Это привело к тому, что, как вы видите, вот по некоторым данным, которые приведены на слайде, часть людей и значительно большое количество, более 60%, которые сами себе назначают диету, не имея на то оснований, то есть не имея никаких заболеваний, связанных с глютеном, просто ради здорового образа жизни, и такое количество пациентов нарастало вот в период 2014-2015 года. Сейчас несколько пошло на спад, но, тем не менее, по-прежнему количество больных, которые сами соблюдают безглютеновую диету без назначения врача, значительно превышает пациентов с истинными целиакеи, которым эту диету соблюдать необходимо. Это приводит к тому, что, к сожалению, мы вынуждены назначать провокацию, и тут достаточно тонкий такой этический аспект, если, наверное, взрослым пациентам интересно, им важно узнать, если это заболевание, то назначать провокацию детям, которая может спровоцировать появление клинических симптомов, достаточно сложно. Вторым моментом является то, что мы в своей практике стали встречать пациентов серонегативной целиакии, так называемой, то есть тех пациентов, у которых мы видим атрофические изменения, и, тем не менее, антитела у них нормальные. Что нужно делать в этом случае? Вот на последнем конгрессе международном по целиакии, который состоялся в 2019 году, вот в Париже был, предлагается, конечно, сначала проанализировать, почему такое возможно. Такое возможно у близких родственников, возможно, у людей, которые недостаточно глютена, в принципе, употребляют, возможно, и какое-то лекарственное воздействие на слизистую оболочку тонкой кишки. И за рубежом широко используется в данном случае для того, чтобы отвергнуть низкое употребление глютена, тесты на определение пептидов в калий или в моче, для того, чтобы оценить, действительно ли воздействие глютена достаточное, для того, чтобы запустить аутоиммунные реакции, для того, чтобы был достаточный ответ. Кроме этого, необходимо проанализировать, имеется ли у больного достаточное количество иммуноглобулинов класса А, которые как раз отвечают за такую первую иммунологическую реакцию при контакте с глютеном. Безусловно, генетическое тестирование в данном случае позволяет нам либо отвергнуть данных пациентов, либо все-таки отнести их к той группе риска, у которых это заболевание возможно. И тут, как говорила Юлия Дмитриевна, очень важно именно не пропустить те редкие классы аллелей, при которых это заболевание все-таки возможно, их нужно знать. Ну и, конечно, если вы все-таки сомневаетесь в этом диагнозе, необходимо, чтобы гистологический препарат осмотрел опытный морфолог, либо все-таки прибегнуть к тому, что больному назначить безглютеновую диету и уже использовать ее в качестве маркера и посмотреть, возможно ли изменение гистологической картины на фоне соблюдения этой диеты. Вот такой алгоритм нам пока предложен, но таких больных, к счастью, не так много, это редкость серонегативной целиакии. Больше мы, конечно, останавливаемся и убеждены в том, что все-таки заболевание должно ставиться только когда есть и морфологические критерии, и серологические. Далее, с чем еще возможно столкнуться? И сталкиваемся мы с тем, что при незначительной степени, при первой степени атрофии по классификации марша оберхубера у нас имеется только увеличенное количество межапитериальных лимфоцитов, и нередко это становится достаточно сложным для интерпретации, и опыт морфолога тут необходим, поскольку, конечно, и препарат должен быть правильно ориентирован, и межапитериальные лимфоциты должны быть посчитаны верно. И для этого могут применяться и иммуногистохимические исследования. И, конечно, нужно помнить, что целый ряд заболеваний имеет право к увеличению межапитериальных лимфоцитов без наличия атрофии ворсин, без углубления крипт, то есть без каких-либо других изменений, которые характерны для целиаки, здесь и употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, и, как говорила уже Юлия Дмитриевна, и манифестация воспалительных заболеваний кишечника, и применение препаратов алмесартана, если вы знаете, который в кардиологии широко применяется, особенно у возрастных пациентов, необходимо собирать лекарственный анамнез. И только в этом случае, когда мы точно уверены, что нет воздействия какого-то инфекционного агента в виде лямбли или хеликобактера, тогда мы только можем интерпретировать эти данные в пользу целиаки и, безусловно, в сочетании с аммологическими тестами. Также, как, собственно, и атрофия, незначительная атрофия ворсин, она может встречаться при целом ряде заболеваний, не буду на них просто останавливаться, поэтому, конечно, опыт морфолога здесь очень и очень важен. Кроме этого, если есть сомнения в том, что все-таки целиакия это или нет, имеется повышение межапитлярных лимфоцитов, как я уже сказала, применяется иммуногистохимическое исследование, и в некоторых клиниках делается диагностика депозитов, которые исследуются в биоптате. Ну и, конечно, еще раз повторюсь, оценка должна быть комплексной. Это сирология, клиника, морфология, только все это дает нам возможность поставить правильный диагноз. Кроме этого, с чем еще мы сталкиваемся на этапе лечения? Это то, что мы больному назначили агглютеновую диету, но, к сожалению, не всегда у больного происходит улучшение клинической симптоматики. То есть длительно персистируют клинические симптомы. В первую очередь, в данном случае надо, конечно, исключить нарушение диеты, о чем я говорила раньше, и у нас сейчас в стране уже появляются эти тесты, по которым можно исключить больной правильно ли соблюдать диету или нет. Только в этом случае мы можем быть убеждены в том, что у него длительное существование клинических симптомов связано с чем-то другим. Безусловно, это может быть связано и с тем, что у больного имеется и избыточный бактериальный рост, который нужно ликвидировать, если мы говорим подкреатическая недостаточность, много сообщений сейчас о так называемом СРК-подобном синдроме, который тоже может быть у больных целиакии, который, в принципе, находится на этапе клинической, даже гистологической ремиссии. У больных, у которых тяжелое течение заболевания продолжает прогрессировать, мы должны исключить в первую очередь, конечно, рефракторную целиакию, и если у больного не наблюдается улучшение значительного клинической симптоматики, то провести все необходимые диагностические поиски, чтобы это исключить. Ну и, конечно, нам нужно исключить ферментативную недостаточность, лактазную недостаточность, дисахаридазную недостаточность, о чем будет сказано несколько ниже в докладе, который будет позже. То есть наличие и активность кишечных ферментов необходимо изучить и понять даже, как у больных, вот вы видите на данном слайде, с нормальной гистологической структурой, с восстановленной уже на фоне диеты структуры слизистой, к сожалению, сохраняется большинство, дефицит большинства кишечных ферментов. Ну и, наконец, сложность дифференциальной диагностики. Кто перед нами пациент, у которого действительно лицелиакия или непереносимость глютена? Очень много проводится сейчас исследований, и такой вот бум несколько лет назад был, наверное, было много публикаций по этому поводу. Клиническая симптоматика у больных, которые имеют так называемую непереносимость глютена, она достаточно широка. Как правило, это все-таки вне кишечные симптомы, на которые больные жалуются. Кишечные симптомы или синдром нарушенного всасывания встречаются гораздо реже. И было опубликовано много исследований по поводу того, все-таки на что реагируют эти пациенты. Действительно, они не переносят глютен или, может быть, что-то другое, как, например, одно исследование, которое проведено на слайде, рендомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, как вы видите, когда больным предлагалось употреблять в течение определенного времени мюсли с фруктаном, с глютеном. И что показало это исследование по шкале, которая применяется по оценке симптоматики, для оценки симптомов при СРК, больных тестировали и выявили то, что большинство как раз больных и клинические симптомы у них связаны не с глютеном, а с фруктаном, который тоже содержится у нас, во-первых, во многих продуктах, и в том числе в злаковых, поэтому эти пациенты, исключая злаковые продукты, они, в принципе, исключают и фруктан, и значительного количества улучшений клинических симптомов. Другое исследование показало приблизительно то же самое, но в данном случае здесь в качестве пациента не могли даже определить, на что они больше реагируют, на отсутствие глютена, который они употребляли, часть пациентов, или наоборот, там, где он присутствовал в их пищевых продуктах. Соответственно, полностью сказать, что связана сейчас вот эта непереносимость глютена исключительно с ним, а не с чем-то другим мы не можем, поэтому таких вот четких критерий в диагностике этого состояния на данный момент нет. Единственное, что мы можем сказать, что при этом заболевании нет атрофии, характерной для целиакии, отсутствует повышение характерных антител, то есть диагноз целиакии мы поставить не можем, но, тем не менее, у этих пациентов такая клиническая симптоматика, которая позволяет нам заподозрить это заболевание, и у них есть ответ на глютеновую и безглютеновую диету, достаточно хороший. Но, еще раз повторяюсь, диагностика сейчас затруднена, и четких критериев этого состояния до сих пор нет. Поэтому в заключении я позволю себе сказать, что, конечно, целиакия, несмотря на то, что она так хорошо сейчас, казалось бы, изучена и с генетической точки зрения, как вы видите, но, тем не менее, сложна до сих пор для диагностики, и только взаимодействие, коллаборация всех врачей, всех специальностей поможет нам в дальнейшем, я думаю, правильно устанавливать диагноз и лечить наших пациентов. Спасибо за внимание. Можно один вопрос, если есть? Ну, тогда думайте, и мы дальше двигаемся. Следующий доклад сделает Светлана Владимировна Быкова о частоте выявления целиакии в многопрофильном стационаре. Пожалуйста, Светлана Владимировна. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию сообщение на тему частота выявления целиакии в многопрофильном стационаре. В последнее время возрастающий интерес к изучению целиакии объясняется ростом заболеваемости целиакии во всем мире. Как известно, целиакия – это аутоиммунное заболевание, характеризующееся развитием гипергенераторной атрофии у лиц, генетически предрасположенных к заболеванию, в ответ на введение глютен-содержащих продуктов. Как известно, целиакия – это одно из немногих заболеваний с известным этиологическим фактором, а именно белком глютеном. Механизм повреждающего действия глютена очень сложный, многофакторный. Однако удаление из рациона этого белка ведет к восстановлению слизистой оболочки кишки и выздоровлению человека. Тем не менее, анализ мировой литературы позволяет нам сделать заключение, что в настоящее время отмечается четкая тенденция к увеличению количества больных целиакии во всем мире. Так, по данным многих европейских авторов, частота целиакии достигает 1%. В России подобных скрининговых исследований по выявлению частоты целиакии не проводилось, однако предполагается, что цифра не отличается от таковой в Европе и в Америке и составляет около 1%. Большинство исследователей причиной увеличения заболеваемости целиакии считают улучшение диагностики. Это может быть связано не только с большей осведомленностью врачей о данном заболевании и применением серологических маркеров для выявления целиакии, а также с тем, что в настоящее время это заболевание действительно все больше и больше интересуется специалистов, не только гастроэнтерологов, но и специалистов смежных специальностей. И благодаря доступным серологическим тестам, которые обладают высокой чувствительностью, специфичностью, мы на первом этапе можем определить круг пациентов, у которых необходимо проводить подобный скрининг. Как известно, это заболевание проявляется разнообразными клиническими проявлениями и до сих пор его сложно распознавать, поэтому большое количество случаев оказываются недиагностированными. По данным некоторых авторов, от 6 до 24% случаев удается поставить целиакию вовремя. Такая высокая доля недиагностированных случаев диктует необходимость улучшения диагностики, а именно идентификации групп риска, среди которых необходимо подробно искать пациентов с целиакеей. Так, по данным европейских гайдлайнсов, а также российского, всероссийского консенсуса по диагностике и лечению целиакеей, который был принят в 2016 году, выделяют следующие группы риска. Это в первую очередь родственники больных целиакеей, больные с хронической диареей, больные с железодефицитной анемией, с неврологическими заболеваниями, наличием сопутствующих аутоиммунных заболеваний, эндокринологическими заболеваниями, больные с дерматологическими заболеваниями. Именно эти группы подлежат более тщательному и всестороннему изучению, и поэтому, когда на приеме оказывается пациент, необходимо его расспрашивать не только о наличии гастроэнтерологических заболеваний, но и также уточнять наличие сопутствующей патологии. С целью улучшения диагностики целиакеи и выявлению большего количества пациентов в нашем центре с 2016 по 2019 год было обследовано 1358 больных, у которых имелись критерии направления их дообследования. На данном слайде продемонстрировано то, что с каждым годом все больше и больше пациентов отправляется на этот анализ, и поэтому это позволило нам из-за 1358 больных у 64, что составило 4,7%, выявить больных с повышенным титром антителок тканевой трансглютаминазии. Как известно, определение серологических маркеров антителок тканевой трансглютаминазии является первым этапом скрининга, и далее этим больным было проведено комплексное обследование, которое позволило установить диагноз целиаке у 36 больных, что составило 2,7%. Диагноз целиаке был установлен на основании проведенной гастроскопии с биопсией по следующим морфологическим исследованиям биоптата, и таким образом этот диагноз был подтвержден клиническими, серологическими, морфологическими исследованиями. И таким образом можно сделать вывод, что частота выявления целиаке среди больных гастронатологического профиля в нашем центре составила 2,7%. Также необходимо отметить, что за все 4 года у нас под наблюдением находилось 89 больных целиаке. Как я уже сказала, у 64 из них были повышены антитела, 36 больных впервые выявлено целиаке, и у 28 больных было зафиксировано несоблюдение аглютеновой диеты. Это получается треть пациентов, это достаточно тревожная цифра, потому что мы все надеемся, что наши пациенты строго выполняют рекомендации. Мы им всегда объясняем о важности и необходимости пожизненного соблюдения аглютеновой диеты. Однако часть больных демонстрирует неприверженность к аглютеновой диете, поэтому у них могут сохраняться те жалобы, с которыми они и обращаются к гастроэнтерологу в наш центр. Хотелось подытожить сообщение тем, что действительно очень важно своевременно выявлять пациентов с целиакией, очень важно помнить о тех группах риска, у которых это выявление целиакии наиболее вероятно позволит диагностировать заболевание. И необходимо особое внимание обращать на такую группу пациентов. И, конечно, вызывает беспокойство тот факт, что треть наших пациентов не придерживается аглютеновой диеты, и данное исследование требует дальнейшего изучения и оптимизации этой ситуации. В.ПУТИН. 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 когда с рождения отсутствуют либо крайне низкие показательные активности лактазы, вторичная лактаза – недостаточность, которая развивается на фоне разнообразных заболеваний тонкой кишки, и лактазная недостаточность взрослых – состояние, при котором с течением жизни у человека снижается активность лактазы и уменьшается переносимость молока и молочных продуктов. Причинами вторичной недостаточности ферментов могут быть атрофические изменения слизистой оболочки, различные повреждения слизистой оболочки тонкой кишки и также ускоренный транзит, когда происходит также затрудненное расщепление углеводов ферментами слизистой оболочки тонкой кишки. Клиническая картина недостаточности этих ферментов также сходна, включает появление жидкого стула, повышенное газообразование, участие больных могут быть вне кишечной жалобы. Актуальность проблемы, данной для больных с целиакей, обусловлена тем, что даже при строгом соблюдении агглютеновой диеты только треть больных имеет восстановление слизиста оболочки тонкой кишки через год соблюдения диеты, и примерно две трети больных имеют восстановление слизиста оболочки тонкой кишки через пять лет соблюдения агглютеновой диеты. Соответственно, клиническая ремиссия достигает примерно 60% пациентов больных с целиакей. Это может быть связано с нарушением комплоентности к агглютеновой диете, которая по разным источникам выявляется от 40 до 75% пациентов. Соблюдение агглютеновой диеты наблюдается от 40% до 75% пациентов с целиакеем. И в нашем центре было проведено обследование пациентов с целиакеем. Группа из 103 больных целиакей была разделена на две группы. В первую составили больные, впервые выявленные целиакеем, ранее не соблюдавшие агглютеновую диету. И в вторую группу составили пациенты больные целиакеем, соблюдавшие агглютеновую диету, в срок от 3 месяцев до 30 лет. Всем данным больным были проведены обследования стандартные. Плюсом было определено антитела к тканевой трансгалутоминазе класса А и Г и к глиадину класса А и Г. И всем больным была проведена гастродуаденоскопия из биопсии из залоговичного отдела 12-перстной кишки, для биопсии, для морфологического исследования слизистой оболочки по марш, и для исследования слизистой оболочки на активность кишечных ферментов. Данный анализ проводился в лаборатории патологической физиологии по методу Далквиста модификации Триндера. Определялась активность глюкамелазы, мальтазы, сахаразы и лактазы. Диагностическая значимость данной методики была статистически проверена, что показало высокую чувствительность и высокую специфичность данной методики, то есть ее применение было достоверным. Клинически в двух группах больных отмечалось в первой группе достоверно более частое появление симптомов синдрома нарушенного всасывания, но во второй группе больных, несмотря на понижение этих симптомов, оставалось значительной части больных выявление жидкого стула и явление повышенного газообразования. Также во второй группе отмечалось на фоне соблюдения диеты постепенно восстановление слизистой оболочки тонкой кишки, и у 50% больных наблюдалось нормальное гистологическое состояние слизистой оболочки тонкой кишки. И при определении активности ферментов слизистой оболочной тонкой кишки у больных первой группы было выявлено, что у 78% пациентов была снижена активность всех исследованных ферментов, и активность каждого из исследованных ферментов была снижена более чем у 90% больных. В то же время во второй группе пациентов при соблюдении диеты восстановление активности ферментов наблюдалось примерно менее чем в половине случаев, и у 26% пациентов сохранялась недостаточная активность всех исследованных ферментов. При определении средних показателей активности ферментов отмечалось восстановление активности лишь мальтаза, во второй группе больных целиакии. Активность лактаза оставалась крайне низкой в обоих группах. И была изучена связь между атрофическими изменениями слизистой оболочки тонкой кишки и активностью ферментов, которая показала зависимость между восстановлением слизистой оболочки и повышением активности ферментов. Для всех четырех исследованных ферментов. Определение взаимосвязи между аутоагрессией на примере определения уровня антител тканевой трансглутаминазии класса А и активности ферментов показал повышение активности ферментов глюкамилазы, мальтазы и сахаразы при понижении уровня антител тканевой трансглутаминазии. Активность лактазы не зависела от этого. Им была определена зависимость длительности соблюдения диеты от активности ферментов, что показала повышение частоты нормальных показателей для ферментов мальтазы и сахаразы. В то же время частота выявления нормальных показателей активности лактазы оставалась низкой во всех группах наблюдаемых больных. И также связь длительности соблюдения диеты и активности ферментов не показала результатов за исключением фермента сахаразы, активность которой постепенно повышалась по мере соблюдения больными диеты. Отдельно была проанализирована группа пациентов из 33 человек, которые имели нормальное гистологическое строение слизистой оболочки тонкой кишки, однако в данной группе пациентов более 90 пациентов отмечали явление повышенного газообразования, у третьих пациентов был жидкий стул, и третьих пациентов имела частоту стула более трех раз в день. В данной группе пациентов также выявлялась значительная частота недостаточности ферментов. Примерно половина пациентов имела дефицит глюкамелазы, примерно половина пациентов имела дефицит сахаразы, 69% имела лактазную недостаточность. Только мальтазная недостаточность выявлялась реже в 39% случаев. И средние показатели активности ферментов в данной группе показали восстановление активности лишь мальтазы. Показатели других ферментов оставались низкими. И таким образом можно заключить, что показатели активности ферментов слизистой оболочки тонкой кишки могут являться маркером восстановления слизистой оболочки тонкой кишки функциональной активности и может применяться как анализ с высокочувствительностью и специфичностью. В программу обследования больных с заболеваниями кишечника желательно включать данный анализ для определения функциональной активности слизистой оболочки и тонкой кишки, выявления ферментативной недостаточности и последующего назначения диеты либо препаратов. Спасибо. Спасибо, Ольга Валентиновна. Будут ли вопросы? Да, пожалуйста, конечно. Сейчас, секунду, микрофончик только вам принесут. Активность ферментов в нашем сайте... Сейчас, подождите, вот микрофон, потом уже... Добрый день. Потом вам микрофон, а то вас не слышат. Арутина Валентиновна, Ростов-на-Дону. У меня вопрос, касающийся программ онкоскрининга пациентов целиакии, достигших морфологической ремиссии и недостигших. Существуют ли какие-то на этот счет утвержденные рекомендации? И если можно, есть ли информация по недиетическим подходам к терапии лекарствами? Это Ольга Валентиновна вопрос? Я не знаю, кому его адресовать. Наверное, это общий вопрос к сессии, да, в конце? Хорошо, спасибо. Хорошо, Валентина, попробуйте ответить, просто сейчас мы докладчику задаем вопрос. Программа онкоскрининга пациентов целиакии включает, на первом этапе это может быть анализ кала на скрытую кровь для выявления опухолей толстой кишки, и также проведение колоноскопии и проведение рентгенологического исследования тонкой кишки, но это уже на втором этапе. Спасибо, я имею в виду сроки кратности повторения, не достигших флоргической лекарств. Если Вы говорите о международных рекомендациях, то сейчас международных рекомендаций нет. Вам тоже вопрос хотели, да, пожалуйста, только микрофончик повторите? Каким образом Вы определяли активность ферментов в биоптате слизистой оболочки 12-перстной кишки, которая определялась хроматографическим методом по методике Далквиста. Это биохимическая методика модификации трендера, применяемая в некоторых учреждениях, в том числе у нас, методика хроматографического характера. Да, стандартная методика. Ещё вопросы, Ольга Валентиновна, по докладу. По докладу, да? Микрофончик подождите, сейчас принесу. Подскажите, пожалуйста, вот изучение ферментативной активности Вы используете в МКНЦ с целью научных каких-то исследований, или у Вас это поставлено на поток для пациентов из России? Вот я представляю Казань. Могу ли я к Вам отправить пациента для диагностики ферментопатии тонкой кишки? Ваше учреждение через платные услуги. Да, это вопрос интересный. Нам это очень важно. Организационный. Да. Вы к нам можете направлять больных. У нас ворота открыты. Мы всех обследуем больных. Одних на платной основе, других на бесплатной основе. Но в принципе, всё. Через платные услуги у Вас есть такая услуга. Да, есть такая. Но сами ферменты, мы, так сказать, это пока в научных целях определяется. Именно определение ферментов. Поэтому дело в научных целях. В научных целях, да, больные подписывают информированное согласие о том, что они принимают участие в исследовании. В таком случае, что для этого надо, чтобы пациент... Соответственно, если пациент у нас, да, находится в стационаре, и он подписывает это согласие, он, соответственно, входит в эту группу обследованных. Так, как во всех клинических исследованиях. Понятно. Спасибо большое. Ещё вопросы будут? Спасибо тогда, Ольга Валентиновна. И заключительный... АПЛОДИСМЕНТЫ Заключительный доклад в нашем симпозиуме сделает Анна Олеговна Акопова о том, важно применять видеокапсульную эндоскопию при целиаке или нет. Пожалуйста, Анна Олеговна. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить доклад. Варианты поражения слизистой оболочки тонкой кишки при целиаке по данным капсульной эндоскопии. Что касается диагностики целиаке, об этом уже было много сказано. Диагностика основывается на оценке клинических данных, а также на результатах сирологического, эндоскопического и морфологических методов исследования. Но все равно клиницисты сталкиваются с рядом сложностей в этой ситуации. Первое – это получение ложно-отрицательных результатов морфологического исследования ввиду мозаичного поражения слизистой оболочки тонкой кишки. И второе – это серонегативная целиаке. И в таких ситуациях стоит задать вопрос, есть ли еще какие-то методы, которые нам помогут в диагностике. Такие методы есть. Например, используется капсульная эндоскопия, которая позволяет оценить слизистую оболочку тонкой кишки на всем ее протяжении. Однако применение капсульной эндоскопии при целиаке тоже имеет определенные ограничения, и показания не тоже ограничены. Некоторые исследователи рекомендуют проводить капсульную эндоскопию для диагностики целиаке. Однако, на наш взгляд, это не совсем целесообразно и может быть использовано только в том случае, если пациент отказывается делать гастроскопию и брать биопсию. Второе такое показание – это оценка динамики лечения целиакея, которая тоже является спорным весьма. Мы же рекомендуем применять капсульную эндоскопию только при выявлении осложнений целиакея. Диагностика осложнений целиакея – это, прежде всего, у пациентов, в которых сохраняются симптомы целиакея, при капсульной эндоскопии выявлялись множественные эрозии, язвы и даже опухоли тонкой кишки. Капсульная эндоскопия позволяет выявить аденокарциному, токлеточную лимфому, которая чаще всего наблюдается в дистальных отделах тонкой кишки. Язвенное поражение токлеточной кишки, как правило, ассоциируется с рефрактерной целиакея и с высоким риском развития токлеточных лимфом. Существуют такие показания по международным рекомендациям – это рефрактерное течение целиакея, высокая вероятность лимфомы или каких-то других злокачественных опухолей тонкой кишки и отказ пациента от проведения гастроскопии с биопсией. Диагностика целиакея. Патологический процесс при целиакея начинается, как известно, с максимальных отделов тонкой кишки и распространяется в дистальном направлении. А в процессе соблюдения глютеновой диеты, то есть в процессе лечения, восстановление слизистой оболочки происходит в обратном направлении. У большинства больных признаки атрофии выявлялись в максимальном отделе 12-перстной кишки, а в точке кишки они были менее выражены и часто пересекались с нормальной слизистой оболочкой. На данном слайде представлена картина эндоскопическая одного пациента. Здесь у нас в максимальных отделах слизистая оболочка тонкой кишки. Здесь мы видим отсутствие ворсин, такое уплощение складок. А здесь в дистальных отделах, то есть здесь уже ворсинки сохранены. Основные эндоскопические признаки атрофии по капсульной эндоскопии являются утолщение складок, отсутствие ворсин, что мы видим на этой картинке, трещина на складках, создается такая картина, как мозаика, поперечная исчерченность, вот она наблюдается. И слизистая оболочка имеет так называемый гребешок ракушки, еще называют. А здесь же на этой картинке мы видим нормальную эндоскопическую картину. То есть здесь ворсинки сохранены, абсолютно здоровая слизистая оболочка. Многообразие клинической картины целиакея объясняется протяженностью и глубиной патологических изменений слизистой оболочки тонкой кишки. В частности, атрофия ворсинок и выраженностью иммунного ответа на глиодин. У больных целиакея повреждения слизистой оболочки тонкой кишки проявляется не только атрофия ворсинок, но и нарушение барьерной функции. Вплоть до эрозивно-язвенных дефектов. Однако в ряде случаев встречается несоответствие клинической симптоматики и эндоскопической картины у больных целиакей. Мы наблюдали 10 пациентов целиакеи и обратили внимание, что вне зависимости от клинической симптоматики, во-первых, гистологическая картина все равно соответствует MARSH-3, но имеются различные эндоскопические характеристики. Участки различной протяженности внешней неизмененной слизистой оболочки чередуются с явно атрофированными полями, которые дают основание предполагать различную по времени продолжительность пребывания химуса, содержащего пепти-33 в петлях тонкой кишки. Возможно, имеет значение и неодинаковая способность к восстановлению слизистой оболочки под влиянием аглютеновой диеты. Тем самым мы пытаемся так объяснить причину неравномерного поражения слизистой оболочки тонкой кишки у больных целиакеи. Сейчас представлю вам несколько клинических случаев. Первый случай, когда все типично и, как говорится, логично. Пациентка 60 лет, у которой целиакия, рефрактерная форма и синдром нарушенного всасывания третьей степени. И здесь мы видим, что слизистая оболочка тонкой кишки атрофирована на всем протяжении и даже имеются эрозии. Здесь как бы все понятно. Такая ярко выраженная клиническая симптоматика, плюс еще вот такие эндоскопические маркеры. А вот у пациента тоже, по данным капсульной эндоскопии, выявляется укорочение слизистой оболочки, укорочение ворсинок. Вот такая вот картина, как гребешок ракушки имеется у данного пациента. То есть тотальное отсутствие ворсинчатого слоя. Хотя в клинической картине всего пациент отмечает кашлесообразный стул один-два раза в сутки и метеоризм. То есть тут несоответствие клинической картины и эндоскопическое. Ну а есть еще такой третий вариант, когда у пациента наряду с целиакией могут быть еще и другие заболевания, которые тоже объясняют такую ярко выраженную клиническую симптоматику. Вот здесь у нас была пациентка, 16-17 лет, которая длительно страдает целиакией и которая уже на протяжении многих лет соблюдает аглитеновую диету. И вроде все было у нее хорошо. Однако появились признаки диарея, анемия. При токучательном сборе анамнеза выяснилось, что пациентка принимает длительно антистероидные противовоспалительные препараты. И при капсульной эндоскопии мы видели эрозии слизистой оболочки тонкой кишки, тем самым объяснив данную клиническую картину. Таким образом, пациентке наряду с целиакией была выявлена еще МПВП-ассоциированная энтеропатия. В заключение хочется что сказать. Конечно, капсульная эндоскопия позволяет оценить всю слизистую оболочки тонкой кишки на всем ее протяжении, выявить различные патологические состояния. Однако применять ее только следует для выявления осложнений. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Олеговна. Вопросы по докладу будут у кого-нибудь? Хорошо. Тогда вопросы. Если кто-то... Да, пожалуйста. Анатольевна, я попросу спросить, какой приблизительный процент у вас серонегативной целиакии среди ваших пациентов? Есть ли какая-то возрастная динамика, что с возрастом этих пациентов становится больше? Более молодые имеют антитела, а в более тяжелом возрасте нет? Я не могу, наверное, сказать про процент конкретно. У нас было описано несколько случаев, и они опубликованы. В нашей практике за последние, наверное, лет пять один случай. Правильно я говорю? Да, редко. Но мы как раз задались этим вопросом, потому что такие пациенты появлялись, и мы искали какую-то причину, находили. В одном случае мы не нашли, мы описали этот случай. Если говорить о данной литературе... И когда описывали, собственно говоря, мы при анализе литературы тоже такие случаи выявили, и это низкий, низкий, очень крайне низкий процент. Поэтому еще раз повторю, что, конечно, диагноз целиакии основывается, как и прежде, и всегда на сочетании сирологических маркеров повышенных и изменения гистологических, характерных для целиакии. Еще вопросы? Нет вопросов? Да, пожалуйста. Только, пожалуйста, подождите сейчас микрофончик. Сейчас, сейчас, сейчас. Будьте добры, а вот диагностика антител на целиакию, которая делается инвитро, гематестом, вот этими платными лабораториями, мы можем всем доверять? Ну, это да, вопрос такой сложный, наверное. Дело в том, что, ну, и, наверное, ошибки случаются в каждой лаборатории, и, безусловно, зависит все от и человеческого фактора, и каких-то наличия уровня той или иной лаборатории. Но мне хотелось бы сказать, что тут, наверное, больше идет доверие не лаборатории, да, а тем методам, да, которые они используются, тем реактивам. Здесь достаточно сложно сказать, какая лаборатория, наверное, лучше. Мы доверяем всегда, естественно, своей лаборатории, потому что хотя бы это не требует такой транспортировки, да, ну, чем, наверное, плохи, если можно так сказать, вот эти все сети, тем, что все-таки лаборатория находится удаленно. И при перевозке все может случиться, и потеряться кровь, да, и замениться. Я уже не говорю о том, насколько она хранится. Все-таки надо доверять тем лабораториям, если вы пришли, сдали кровь, и она максимум вот передалась, я не знаю, в соседний кабинет. Наверное, это будет лучше. Но, опять же, повторюсь, говорите, что какая лаборатория лучше, какая используют сейчас, в данный конкретный период времени, какие реактивы. Да, есть исследования, которые показывают, какие реактивы лучше, точнее, чувствительнее, да, но в анализе они это не пишут, какие реактивы. Поэтому на этот вопрос, я думаю, наверное, никто вам так, Юля, комментарий. Сейчас, секундочку, мы же записываем, Юля Дмитриевна. Мы, когда принимали участие в одном исследовании, одним из требований являлось запросить те реактивы, которыми пользуется лаборатория. Мы запрашивали, в частности, в Инвитро, тогда была она одна из доступных, и там использовали те реактивы, которые были приняты европейским обществом. Я имею в виду антитилак тканевой трансглутаминази. А вот с Раисой Борисовной я, наверное, соглашусь, что антитилак эндомизию, который требует не иммунофлиорсцентного анализа, а других методов, я, например, до сих пор вижу несоответствие результатов в клинике, потому что, видимо, там субъективный фактор очень значим и не очень хорошо его делают. Да, реактивы. Еще вопросы. Дополнить комментарии? В вас, в вас. Хорошо, сейчас, секундочку. В учебнике по гигиене для студентов третьего курса написано, что анализ, взятый, любой анализ крови, взятый у пациента, должен быть доставлен к лаборанту в течение 10 минут. Все. Ну, вот к ответу, да, от транспортировки. Еще вопросы? Да, пожалуйста. По поводу медикаментозных методов коррекции целиакии, например, назначение ферментных препаратов на период восстановления ворсина, ну и как бы... Коррекции, если мы говорим о лечении целиакии как таковой, то, к сожалению, пока не придумано и не утверждено официально ни одного лекарственного препарата, который бы мог лечить это заболевание. К сожалению, да, на разных этапах разработки идут исследования очень много и в разных направлениях, и блокаторы глютены, и блокаторы тканевой трансглютеминазы и так далее, но, к сожалению, ни одного зарегистрированного препарата, который бы лечил целиакию, нет. Другое дело, что, конечно, сейчас очень много на рынке препаратов, которые, особенно на зарубежном БАДе, которые ферментов, которые якобы расщепляют глютен, они даже в названии иногда содержат название глютен, глютеназы так называемые, но это те ферменты, как правило, которые как раз помогают вот при такой ферментативной недостаточности, о которой говорила Ольга Валентиновна. То есть, да, они где-то заменяют, наверное, лактозу, глюкамелазу и так далее, то есть те ферменты, которые активно участвуют в таком вот мембранном пищеварении, но те, которые расщепляли бы глютен или как-то помогали пациентам, к сожалению, до сих пор не найдено, поэтому только диета мы можем помочь. Стандартные ферментные препараты мы применяем, если, ну так скажем, в симптоматической терапии, мы тут не касались лечения целяки, потому что вроде бы мы о ней уже говорим очень часто, но все время вопросы одни и те же. Безусловно, если у пациентов на первом этапе, если пациент с синдромом нарушенного всасывания, выражен, да, с диарейным синдромом, то мы ферментные препараты обычные, да, применяем, креон, конечно, пациентам, потому что у них существует внешняя секреторная недостаточность поджелудочной железы, у пациентов с тяжелым синдромом нарушенного всасывания, да, безусловно. Как симптоматическую терапию наравне с антибактериальными препаратами, наравне с вяжущими препаратами, то есть с тем спектром, который мы привыкли пациентов таких лечить, да. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Все-таки место применения кортикостеродов. Бывают ситуации, когда они все же нужны при целяке? Да, безусловно, бывают ситуации, это тяжелые пациенты, еще раз повторюсь, они, к счастью, в нашей практике встречаются редко, но, к сожалению, если встречаются, то помочь им крайне сложно. Это пациенты с сифрактерной целиакией, и второй контингент – это пациенты с тяжелым синдромом нарушенного всасывания. Для того, чтобы блокировать вот эту такую аутоиммунную агрессию на первых этапах, мы короткими курсами таким пациентам, пока они находятся в стационаре, применяем глюкокортикостероиды, как правило, парентерально, потом энтерально, но очень коротким курсом, просто для того, чтобы немножечко ускорить вот эту ремиссию, и клиническую, и гистологическую. Еще вопросы? Нет? Мы, в принципе, уложились в наше время, даже немножечко в перерыв зашли. Заключительное слово по нашему симпозиуму я тогда предоставлю Асвальду Ивановичу Парфенову. Пожалуйста, Асвальд Иванович. Уважаемые коллеги, мне очень нравится, что у нас интерес к целиакии с каждым годом растет. И мы видим по нашему учреждению, что количество больных, которые поступают к нам, особенно с тяжелыми формами, как правильно, уже обследовано на целиакию, уже проведены им необходимые исследования, и там могут быть спорные вопросы возникать, это уже другая проблема. Другая проблема. Но все-таки еще мы не достигли того уровня, когда каждому больному с аутоиммунным заболеванием нужно сделать обязательно проверку на целиакию со всеми аутоиммунными формами патологии. И не только кишечек, конечно, вообще всех. Болезни печени, болезни суставов, даже неврологические болезни, запутанные каким-то аутоиммунным там, щитовидной железы, совершенно верно. Вот. Пара щитовидных желез. Нужно обязательно делать анализ на целиакию, потому что это аутоиммунное заболевание и внекишечное проявление описывается. Более того, скажу, что пропускаются до сих пор случаи типичной целиакии, долго не диагностированной, у которых, казалось бы, все есть, все для диагноза, только лишь поставить его, даже уже предположительно без всяких можно. И тоже такие грубые ошибки в диагностике встречаются. В основном это у тяжелых больных, которым не оказано своевременное диагностическое исследование, не проведено. Так что нужно обязательно всегда помнить о целиакии. В каких случаях? В самых простых. Это хроническая диарея. Хроническая диарея, это обязательно нужно взять биопсию. Без этим можно делать истерологические тесты, ради бога, и очень хорошо. Но окончательно надо разобраться, берете цели, берете гистологию, и там смотреть не только целиакию, и там нужно посмотреть болезнь УИПЛа, нужно посмотреть амилоидоз, нужно посмотреть вообще там, нет ли там еще и болезни крона, где-то грубые нарушения рельефа и так далее. Так что вот так. А все неясные случаи, вообще диагностические, неясные происходят с истощением, с различными неврологическими расстройствами, также требуют обязательно обсуждения в плане целиакии. Поэтому у нас еще много-много чего предстоит сделать. А те доклады, которые были сделаны, они, конечно, очень высокого уровня. Некоторые из них, первая половина, специально сложные для понимания. Ну что поделать? Целиакию, патогенец целиакии продолжает изучаться. Этиология ее известна, но патогенец продолжает изучаться. Мы видим сегодня, вот какие у Юлии Адмитриевны привела очень интересные сведения мне, касающиеся новейших таких вот генетических исследований нашего специалиста. Это все очень интересно. Но это интересно может быть специалистом вот такие, которые в специализированных отделениях работают. А целиакия 50% диагноза должны ставить другие специалисты, не гастроэнтерологи и даже не терапевты. Вот в чем дело. Так же, как, например, диагноз болезни крона, то же самое. Потому что большое количество вне кишечных проявлений, оно должно нас настораживать и искать, вести такой поиск. Вот это мы должны об этом всегда помнить. Я думаю, что сегодняшнее заседание, оно поможет нам улучшить диагностику целиакии в России. Спасибо, Асфальд Иванович. Я думаю, на этом мы можем завершить наше заседание. Спасибо всем. И следующее. Ждем вас на следующем симпозиуме по синдрому раздраженного кишечника. Спасибо. Спасибо. Аминь.